Итак, Mitsubishi Pajero Sport, 2016 год. Вот так выглядит передняя панель. Как видите, совершенно другая, чем предыдущая версия автомобиля. Также другой руль. Единственное, что они оставили на месте, это замечательное радио. Я не знаю, какого оно года, правда. Но почему-то его оставили в этой модели. Значит, чем удобна эта версия в механике, тем, что вот здесь у меня правая нога вполне может находиться вот в этом положении. В автомате здесь же консоль намного выше, и нога будет находиться примерно вот в этом положении. Поэтому человеку с высоким ростом будет несколько неудобно сидеть, он будет ограничен в пространстве. Поэтому вот именно в этой версии в механике оно очень даже неплохо, эта консоль сделана. Значит, здесь климат-контроль, подогрев сидений, значит, блокировка, вот кнопочка есть, дифференциала. Значит, прикуриватель и гнездо USB для зарядки телефона или совместной работе телефона и вот этого авторадио. Значит, здесь находятся два передних аэрбэка, два боковых и еще два находятся боковых в сидениях. И также два аэрбэка, еще один под ноги идет водительские, и еще один аэрбэк под ноги водителя, под ноги пассажира. Значит, в верхней части находится, значит, место для очков, очень просторная, кстати, сделана, не такой, как в предыдущей модели. Здесь могут вместиться даже две, двое очков. Значит, что хорошо, удобно сделана, вот эта ручка при посадке, она очень помогает. Можно вполне садиться к хмельному и все будет в порядке. Значит, при включении, как видим, загорается сразу приборная доска. Вот что характерно для этой версии, вы не заведете двигатель, пока не отожмете педаль сцепления. Наверняка это сделано правильно, потому что сколько было случаев, когда человек садится, начинает заводить автомобиль, автомобиль начинает на первой передаче ехать на пешеходов, прохожих, где только можно и на кого только можно. Поэтому я считаю, что это очень правильная мысль и очень к месту сделано. Пока не отожмешь сцепление, а следовательно ты уже будешь и нейтральную передачу ставить, с тех пор машина не заведет. Тот же самый блокировка дифференциала, как и в предыдущей версии, только вместо палки сделана уже автоматическая часть. Так вот она выглядит. Переключаете. Также сразу на мониторе будет видно моменты переключения, в какой позиции. Вот мы полностью заблокировали и возвращается в предыдущее положение, задний привод. Значит две кнопки на руле, это совершенно не громкость, как было в предыдущей базовой модели. Вот одна кнопка со стрелочкой, это возвращение в предыдущую часть меню. А здесь, сейчас мы нажимаем и мы видим, сейчас момент, нажимаем, мы видим все положения меню. Это уже был пробег на этой заправке, средний расход топлива. Вот интересный значок с листочками. Когда листочки полностью зеленые, он говорит о неэкономной езде. А если листочки полностью, как здесь были, еще раз вернемся. Листочки темные внутри, то есть просто контур обвинен. Значит, это была экономная езда автомобиля. Значит, как пользоваться этим меню очень просто. Переключая вот этой кнопкой позиции. Например, допустим, на этом положении. Не будем менять уже все, что было, потому что я специально взял, настроил для того, чтобы посмотреть, как будет двигаться автомобиль, при каких условиях. Вот, одним словом, если вы хотите зайти в каждое подменю, то вы должны вот на эту кнопочку, ну буквально 3 секунды дольше держать, нажимая. И тогда на экране будет высвечиваться подменю этого раздела. Значит, что еще хорошо в салоне сделано? Ну, я не сказал бы, что этот пластик какой-то совсем деревянный или, не знаю, он имеет совершенно эстетический вид. Вот, я вообще не понимаю понятия дорогой пластик, недорогой, или там дорогая панельная доска, приборная доска, недорогая. Ну, что значит, украсть ее алмазами, не знаю, золотым порошком посыпьте. Вполне современный дизайн. Вот, боковые, боковая обшивка дверей, сидушки. Кстати, сидушки очень удобные. Ехал тысячу километров, совершенно не устаешь. Здесь, буквально, втягиваешься в них. Очень удобно ехать. Кстати, на механической коробке передач крутящий момент больше. Соответственно, дури в автомобиле тоже больше. Едет очень хорошо. Разгоняется весело, без всяких нервных срывов, как бывает иногда, когда давишь тапок, а машина не едет, то, конечно, в этом случае замечательно. Совершенно не нервирует. Прекрасно просто. И что еще хорошо в этом автомобиле сделали? Это, конечно, звукоизоляцию. Я не знаю, двигатель практически не слышно, когда едешь по автобану со скоростью 180, совершенно комфортная езда. Практически как на бензине. Поэтому разница в предыдущей версии, конечно, колоссальная в этом смысле. Все остальное, что еще хотел бы сказать за обшивку дверей водителя, ну, неудобно нажимать вот эти кнопки поднятия и опускания дверей. То есть рука, получается, выходит, мешает сама ручка вот эта. Нужно выкручивать ее, как видите. Ну, конечно, мы дотягиваемся все-таки и открываем окна, но, тем не менее, привыкаешь, конечно, но, тем не менее, мешает все-таки эта ручка. Могли бы как-то, может быть, это здесь установить. Ну, не будем обсуждать решение дизайнеров, конечно, это их выбор был наверняка. У них был локоть где-то после запястья еще один, поэтому им было удобно здесь загибать все. Обыкновенному человеку простому здесь как-то, ну, не совсем. Убрали кнопку складывания зеркал. В предыдущей версии была, даже в базовой здесь убрали ее, нету. Вот место под кнопку старт. В этой версии автомобиль на обыкновенном ключе, вот как видите. Ну, с одной стороны, может быть, это и хорошо, чем меньше электроники, тем надежнее автомобиль. И можно на дальнее расстояние ехать, не думая, что у тебя где-то в дороге загнется какая-то камера или еще что-то вроде этого. Значит, ручник, как видите, здесь механический такой, какой и был. Вот. В версии максимальной, там, электронная уже, ну, ничего особо он не меняет. Главное, что держит надежно автомобиль. Поэтому, нужно вполне обойтись механическим. Те же самые ручки поворота так и остались от прежней модели. Единственное, что хотелось отметить в этом автомобиле, в этой версии, что свет здесь просто никудышный. Он просто не светит. Ехать в туман, пришлось просто ставить опять ксенон. Ехать в туман при таком свете, еще и дальним пробовали. И дальний, и ближний, и какой угодно. И не в тумане, и так, ну, вообще ничего не видно. Он просто еле светит. Вот. Поэтому, ну, я удивляюсь. Вот эти две вещи, которые мне особо понравились. Это вот старое радио, установленное еще с прошлой модели. Ну, могли бы, я хоть не знаю, что с ним сделать. Неужели такая проблема поставить какой-то радио с монитором? Неужели это будет так дорого в этой версии? Ну, хотя бы не такое, как с прошлой модели. И просто ужасный цвет, ближний и дальний. Просто ужасный. При прекрасном дизайне фонарей передних, ну, вообще ничего не видно. Поэтому, пришлось ставить ксенон. Поэтому, все, кто берете эту версию, сразу рассчитывайте на то, что вам нужно ставить ксенон. В общем, прекрасная машина. Надежная, как и все митсубиси этого разряда. Поэтому, наверняка, все, кто понимает, в этом автомобиле будут довольны, кроме вот тех вещей, которые я назвал. Все остальное здесь, по салону, в общем-то, подходит. Единственное, вот если мы сейчас смотрим на заднее окно, как видите, оно такое, совершенно какое-то уменьшенное. Это действительно так. Вот. Ну, в принципе, видимость движущихся сзади автомобилей вполне доступна. Поэтому, наверняка, это просто решение дизайнеров. Ну, тоже смотрится, так сказать, как луч света в темном царстве. Хотя, это, конечно, не мешает ни движению, ни скорости, ни вообще всему, чему только можно. Но, тем не менее, так сделано. Поэтому, всем, кому это видео, кого это видео заинтересовало и понравилось, может быть, чем-то даже помогло, прошу ставить лайки на ссылках, которые указаны ниже. Спасибо.